Добрый день, дорогие гости! Добрый день, дорогие коллеги! Меня зовут Марина Гладкова, я специальный корреспондент «Вечерней Москвы». Мы с вами находимся в медиа-центре «Вечерней Москвы». И сегодня у нас пресс-конференция, посвящённая 90-летию московской городской организации Всероссийское общество слепых. Позвольте представить моих гостей. Рядом со мной Людмила Викторовна Митрюк, заместитель руководителя Департамента соцзащиты населения города Москвы. Добрый день, Людмила Викторовна. Рядом с ней Антон Викторович Федотов, заместитель председателя Московской городской организации Всероссийского общества слепых. Добрый день. — По центру Александр Николаевич Матшковский, председатель Московской городской организации Всероссийское общество слепых. — Добрый день, спасибо. — И давайте начнём. Первый вопрос у меня к вам, Людмила Викторовна. Сейчас, скажем так, не очень простое время. Хотелось бы узнать, в это не очень простое время, вся ли запланированная помощь слабовидящим людям, незрячим людям будет выполнена? — Ну, я думаю, конечно, время непростое, но, тем не менее, мы все знаем социально ориентированную политику или программу правительства Москвы. И сегодня задача, поставленная мэром города, о том, что все наши социальные программы в полном объёме мы должны реализовать и выполнить. — Ну, и я думаю, что взаимодействие, оно, конечно, складывается в работе с общественными организациями. Тем не менее, наша организация, Московская городская организация Всесоюзного общества слепых, она имеет в соответствии с государственной нашей программой социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы, имеет целевую субсидию. — То есть это средства заложены в программе, 20 миллионов, и они расходуют, это общественная организация, на свои планы, на реализацию своей программы и так далее. — Но помимо каких-то и грантовых моментов, и какой-то поддержки имеется в виду в различных мероприятиях общегородских дополнительно, а так всё-таки эта поддержка, она, скажем так, стабильная, системная и, в принципе, по большому счёту, она даёт возможность перспективно жить в самой организации. — Во-первых, за счёт этого, ну, прежде всего, это средства, за счёт которых наша общественная организация, скажем так, имеет возможность компенсировать расходы по содержанию оргштатных каких-то мероприятий, содержания зданий имущества. Это где-то порядка, наверное, 10% от этого уходит, ну, чуть больше, может быть. А так, в принципе, всё это на жизнь, на организацию жизни, на реализацию мероприятий по комплексной реабилитации инвалидов по зрению. И вот если у нас в городе сегодня 1 миллион 200 тысяч инвалидов примерно, то инвалиды по зрению, это слабовидящие и слепые, порядка 14,5 тысяч в городе всего. И порядка 580 человек — это у нас инвалиды с детства, инвалиды-дети в детском возрасте. Поэтому такое вот большое, скажем так, большое, скажем, количество людей, кто сегодня объединяется в эту организацию. Но нужно сказать, что у нас на учёте в городской организации состоит порядка 9 тысяч инвалидов по зрению. И вот в рамках госпрограммы, в рамках тех средств, которых мы выделяем, в мероприятиях, которые проводит наша городская организация, участвует более 7 тысяч человек в течение года. В большей степени, конечно, это социокультурная реабилитация, спортивная реабилитация, но и эта организация серьёзно занимается вопросами организации трудоустройства, что является очень важным моментом для интеграции инвалидов в общество. Это, наверное, одна из таких базовостных платформ. И вот это общество практические действия предпринимает для как раз трудоустройства инвалидов, интеграции их в жизнь. Сегодня у них есть предприятия свои, 8 предприятий, на которых работают слабовидящие люди, слепые. Они выпускают свою продукцию. То есть это гарантированное место работы для инвалидов по зрению. Александр Николаевич, я знаю, что Московская городская организация Всероссийского общества слепых появилась ещё раньше, даже до того, как появилось Всероссийское общество слепых. За 90 лет, естественно, масса каких-то своих традиций сложилась. Но, в принципе, основное – это помощь. Помощь всем незрячим, всем слабовидящим. Ну да, действительно, в этом году, 6 апреля, наша организация отметит 90-летие с момента создания. И наша организация Московская явилась как бы основой в создании Всероссийского общества слепых. Многие члены нашей организации вошли в структуру Всероссийского общества слепых, возглавили многие участки. На сегодняшний день действительно пройден очень славный такой путь, и много интересных дел, значимых, было сделано в разные периоды жизни нашего общества. Ну, мы идём в ногу со страной, и в самые сложные периоды истории нашего государства мы не были как бы лишними, ненужными людьми. Мы вносили посильную помощь в разнообразной форме. Так, после революции, после гражданской войны начали организовываться артели, и там трудились наши люди, которые вернулись с фронтов, которые потеряли зрение. Во время, после Великой Отечественной войны, наши ряды пополнились многими известными людьми, которые действительно усилили и улучшили жизнь нашего общества. Многие руководители предприятий, общественных организаций – это участники Великой Отечественной войны. Во время войны наши инвалиды очень активно трудились на трудовом фронте, выполняя разнообразную работу. В послевоенные годы начали образовываться наши предприятия, которые сегодня 8 в Москве. На них трудится свыше 1000 инвалидов. Помимо инвалидов по зрению, у нас работают и инвалиды другой категории. Это и опорники, и слепоглухие, и другие категории инвалидности. Сегодня мы выпускаем разнообразную продукцию, которая востребована на рынке нашего государства. В обществе проходит интересная социокультурная работа. Многие смотры, фестивали, спортивные мероприятия. Каждый инвалид, пришедший в нашу организацию, находит свой интерес. И действительно, для многих наше общество стало как бы вторым домом, где люди могут найти понимание, решить многие свои сложные жизненные ситуации. Ну вот, действительно, мы сегодня хотим как бы привлечь внимание к нашему обществу, к проблемам, которые сегодня существуют в нашем обществе. И хочется сегодня подчеркнуть, что как нигде в Москве очень много делается сегодня для жизни наших инвалидов. Это и в транспорте, это и в здравоохранении, это и в учёбе. Так что наши инвалиды сегодня чувствуют себя как бы в городе защищёнными и чувствуют, что есть забота о их жизни. Я себя поймала на том, что в речи, вот вчера сегодня я послушала сама свою речь и обнаружила, что очень много фраз в нашем языке связано именно со способностью видеть. Мы заканчиваем разговор по телефону и говорим «увидимся». Иногда вместо того, чтобы сказать «я тебя понял», «услышал», «увидел», мы говорим. То есть какие-то такие слова мы употребляем очень часто. Вот насколько вообще само общество, москвичи, насколько вообще с пониманием относятся к слабовидящим, к незрячим людям, насколько мы готовы, то есть речь наша не готова, не подстроена под людей, которые лишены или ограничены в зрении, а насколько сами люди, сам менталитет людей окружающих, слабовидящих, слабослышащих готов. И что как бы для этого делает общество, для того, чтобы люди слабовидящие были интегрированы во всё наше общество? Ну давайте пусть Антон Викторович. Давайте Антон. Что касаемо интеграции маломобильных людей в общество, то необходимо сказать, что наше общество слепых эту работу проводило всегда на протяжении всей своей истории. Способствовали тому, чтобы люди получали профессиональное образование, трудоустраивались, достигали своих целей в жизни. Сегодня, в настоящий момент, тоже очень делается по формированию общественного мнения о жизни незрячих людей. И как раз одна из целей сегодня, накануне нашего юбилея, мы как раз и проводим такую пресс-конференцию. У нас есть медиаплан, в рамках которого мы планируем показать конкретные мероприятия, конкретные действия, что проходят нашим обществом. Все это для того, чтобы общество гражданское понимало, какими способностями обладают незрячие и собоюдящие люди, что они такие же полноправные члены гражданского общества, что также могут трудиться, добиваться своих целей, быть хорошими спортсменами. И я думаю, что средства массовой информации могут стать нам хорошим помощником в этом плане. Другая цель, конечно, мы хотим, чтобы люди, которые еще не знают про наше общество, но тоже имеют проблемы со зрением, чтобы к нам обращались, потому что у нас здесь такой концентрированный опыт, знания, и мы сможем помочь с точки зрения реабилитации этих людей. Тогда сразу такой вопрос. Если человек неожиданно ослеп или в семье появился незрячий малыш, то, допустим, в семье появляется незрячий малыш, не получается ли так, что родители остаются одни на одни со своими проблемами? Какая вообще, может быть, какая-то психологическая помощь им оказывается, какая-то материальная помощь вообще, и что в данном случае может ваше общество, чем может помочь? Касаемо детей с нарушением зрения, когда они рождаются с плохим зрением, мы только можем, к сожалению, оказывать консультативную поддержку. Она тоже очень важна, потому что мы немножко знаем и про медицинские учреждения, где можно обследоваться. А так, когда ребёнок начинает подрастать немножко, то есть специализированные детские сады в Москве, потом они переходят в специализированные школы. У нас в Москве три школы-интерната. Один интернат для слепых детей и два интерната для слепых и собовидящих. И есть очная школа, это Грибоедовская гимназия. Там тоже учатся дети с ослабленным зрением. Ну, когда попадают они в школу, уже у школ есть связь с нашим обществом, и мы сотрудничаем с этими школами, проводя различные мероприятия, как раз при поддержке того финансирования, которое получаем от Департамента соцзащиты. То есть это наш клуб интеллектуального современного искусства школьников, это различные спортивные мероприятия мы проводим. А когда они постарше, мы проводим мероприятия по профессиональной ориентации, где мы можем родителям и детям объяснить и показать на конкретных людях, как они могут строить свою карьеру после окончания школы. Что касаемо, бывают такие трагические случаи, когда человек теряет неожиданное зрение в возрастном возрасте. И это на самом деле очень тяжело, потому что человек жив, он привык к одному стандарту жизни, а после внезапной потери всё как бы теряется, всё меняется. И мы хотели как раз сегодня пригласить одного такого человека, но не смогла она приехать. Как вы помните, в Москве случился трагический очень случай, когда произошли два теракта в подземном метро, и вот одна из наших теперешних членов как раз пострадала. Она была полноценным трудоспособным человеком, но попала под этот взрыв, полностью потеряла зрение. И сегодня, благодаря нашему обществу, она получила первичную реабилитацию, потом более углублённую реабилитацию. И сейчас более-менее после такой трагедии смогла вернуть себя к жизни. Вы сказали, что всего несколько детских садов. Насколько вообще этого количества детских садов, школу, которую Вы назвали Грибоедовская, насколько этого достаточно для города, и как добираться до этих школ, если Вы сами знаете, какой у нас большой город, и как сложно добраться из одного конца в конец, если представить, что слабовидящий человек живёт на противоположном конце Москвы. Может быть, здесь мне вопрос? Наверное, Вам вопрос. Антон Викторович, не возражаете? Хорошо. Во-первых, у нас сегодня в образовательные учреждения нет очерёдности. Во-первых, эти учреждения работают в режиме интерната. Детские сады в режиме пятидневки. И родители имеют возможность ребёнка привезти, на пять дней оставить и, скажем так, доверить его коллективам педагогическим. Если есть необходимость, они могут забирать их и чаще. Более того, у нас в первой школе-интернате номер один для тотально слепых детей, там практически тотально слепые дети, но есть несколько человек, кто зрение менее 1%. Тоже практически это. Значит, там у нас есть группы дошкольного отделения. И в связи с тем, что сегодня возникла потребность в городе как бы расширения площадей для детей в общеобразовательном учреждении, сегодня принято решение, выделено помещение для отдельно стоящих, которые, значит, там, скажем, передали первой школе. Детей дошкольные, две дошкольные, четыре дошкольные группы, которые есть в школе-интернате, мы их выведем после ремонта в это отдельно стоящее здание, там будет детский сад, который в структуре, в составе первой школы. А освободившиеся места как раз будут направлены на то, чтобы принять всех желающих в школу-интернат детей по общей образовательной программе. Поэтому сегодня, я вот вам назвала цифру, количество детей, которые у нас на учёте, сегодня этих учреждений. Хватает у нас очереди в такие учреждения? Нет. Ну и плюс ко всему, я хочу сказать, вы знаете, сегодня направленную, такую целенаправленную, скажем, работу совместную департамента образования, департамента социальной защиты по созданию условий для обучения детей и инвалидов, в том числе слабовидящих, в общеобразовательных учреждениях, по адаптированным программам, при специальном сопровождении и так далее. Ведь специальные школы-интернаты коррекционные для слабовидящих и слепых детей, дети идут только по желанию самих родителей. Некоторые родители желают своих детей обучать в общеобразовательных учреждениях. И это возможно? То есть никаких сложностей? Конечно, конечно, это возможно, однозначно. Более того, сегодня школы, скажем так, открыты для всех детей абсолютно по желанию родителей, не только инвалидов по зрению, а для всех детей инвалидов, в том числе и колясочников. И это сегодня стало нормой в обществе. Вот Антон Викторович говорил о том, что меняется совершенно менталитет отношение, скажем так, мышление людей и отношение людей к инвалидам разных, различных, скажем так, по различным нозологиям, с различной инвалидностью. Потому что всё-таки те вопросы, которые нам удалось решить в последние годы по доступности среды для инвалидов, скажем так, практически сегодня и транспорт, и наземные какие-то, инфраструктура транспортная, пешеходные переходы. В том числе сегодня большая работа ведётся по адаптации среды в метрополитене. Как-то это, во-первых, дало возможность людям, самим инвалидам, интегрироваться в общество. А самое главное, что меняется отношение людей. И сегодня в школе к детям-инвалидам нет такого, уже, скажем так, смотрят как на это что-то нечто неординарное. А это нормальное явление. И детям нет такой дискриминации по инвалидности даже в детской среде. А насколько вообще учителя готовы к тому, что в классе появится слабовидящий ребёнок? Ведь, насколько я понимаю, должна же какая-то методика, которой учителя должны быть, которой должны владеть. Ну, смотря какая степень, скажем так, зрение, инвалидность по зрению, смотря в какой степени ребёнок, или в какой степени процент незрячести его. Вы знаете, Марина, что это вообще всегда, наверное, было, ещё и когда всегда было, если ребёнок есть слабовидящий ребёнок, или проблемы со зрением у ребёнка, то каждая школа имеет возможность, первая парта, специальное место, индивидуальная работа и так далее. Это осталось такой же нормой. Если сегодня родители желают обучать ребёнка-инвалида по зрению в общеобразовательной школе, опять же, в зависимости от, скажем так, процентно-сохранности зрения, значит, либо он обучается по общеобразовательной программе при индивидуальном сопровождении, либо ребёнок может обучаться по индивидуальному учебному плану, либо по адаптированной программе, которую сегодня школа имеет возможность и разрабатывает сами. Но и если, скажем так, ребёнок, желание родителей в школе-интернат специально коррекционной, образовательной, то тут тоже все возможности предоставлены. И есть, например, вот первая школа наша, буквально последняя, в 2014 году, есть такой случай, где тотально слепой ребёнок, скажем так, как обучаясь в школе для тотально слепых детей, а там не только освоение общеобразовательных программ, там и социально-бытовая адаптация, социально-трудовая адаптация, социокультурная, спортивная и так далее. То есть ребёнок, родители просто перевели ребёнка в старших классах в обычную общеобразовательную школу, поскольку он уже получил такую подготовку, где они понимают и знают, что он, и уверены родители, что он уже по месту жительства может обучаться в общеобразовательной школе. И вот школа-интернат тоже считает своим достижением, если ребята подготовлены в том смысле, что могут в обычной среде, обычной жить, нормально обучаться и так далее. Возвращаясь немножечко к транспортной приспособленности города. Мы все говорим о том, что у нас открытый город. Вы называете сейчас ряд вещей для того, чтобы инвалид по зрению мог перемещаться по городу. Но при этом, если я окажусь за рубежом, то я очень часто вижу людей, слабовидящих, которые идут с собаками. У нас людей с собаками-поводырями я встречаю крайне редко. Вообще, с чем это связано и какие вообще способы есть перемещения по городу? Может быть, есть какие-то в департаментах соцзащиты, возможно, в центрах социальной помощи, возможно, предусмотрены какие-то сопровождающие для перемещения по городу, как в метро передвигаться? Александр Николаевич, вам вопрос. Ну, действительно, проблема сегодня существует. Конечно, в Москве решены вопросы с собаками-поводырями. Практически у нас очередей сегодня нет. Человек, желающий получить собаку, подает заявление, и департамент соцзащиты оплачивает в школе, в Купавну, где занимается подготовкой собак. И потом еще человек получает в течение года субсидию на содержание собаки. Ну, честно говоря, Москва очень сложный город. И, конечно, содержать собаку для инвалида, ну, не все идут на это. Хотя у нас в Москве есть где-то около 40 с лишним собак, инвалидов-поводырей, ну, это один из возможностей. А другие инвалиды, конечно, самым удобным способом для тотально слепых, это трость является, передвигаются еще с помощью сопровождающих. Ну, действительно, транспортная инфраструктура города делает очень много для удобства передвижения. Неплохо эти дела поставлены в митрополитене. Там и шуцлинии сегодня делается, там и оповещение идет, что приближается поезд, вы знаете, зуммер раздается, там также с прошлого года создали службу сопровождения. Инвалид, которому сложно передвигаться, он плохо ориентируется, может заранее позвонить и заказать себе, его встретят на входе в метро и проведут по всем станциям метрополитена и выведут его в положенное ему место. Это один из вариантов. Ну, другие инвалиды пользуются сегодня, это так называемая возможность, это навигации, есть приборы, благодаря которым человек выстраивает себе путь и смартфон или другой прибор, ну, подсказывает ему, какие препятствия, какие повороты, какие что. Ну, разнообразные способы передвижения по городу, по всему миру есть сегодня у инвалидов. Ну, так кратко как бы. А я знаю, что вообще для инвалидов предусмотрена возможность пользоваться такси, да, время от времени. Вот насколько как бы слабовидящие этим пользоваться? Ну, действительно, инвалиды первой и второй группы у нас могут заказывать социальное такси, это определенный перечень мест, куда можно ездить, это на работу, это на учебу, это в поликлинику, ну, и другие, также на дачу люди ездят, заранее люди покупают талоны и через специально созданную службу заказывают такси, оно подается, есть обученные водители, которые, ну, как бы знают, как помочь, как оказать, как провести, как сопроводить инвалида при посадке, при высадке. Ну, к сожалению, там появляются проблемы, но они решаются. Сегодня эта служба передана департаменту транспорта и многочисленные наши совещания, встречи, пытаются как-то разрулить эту ситуацию, хотя проблемы они еще, наверное, долго будут, потому что желающих воспользоваться этой услугой, ну, очень много, и, конечно, город, ну, и парк, транспорт не справляется с этими иногда потоками. Ну, вот мы здесь, как бы говорим, как бы немножечко такой акцент хочу сделать, да, мы говорим о собаках-поводырях, платные, бесплатные, здесь у нас тоже вопрос социального такси, платные, бесплатные, здесь такой есть немножечко нюанс, не значит, что у нас, как бы вот Александр Николаевич сказал, что, да, содержание собаки как-то вот в городе, это с точки зрения каких-то физических абсолютных таких, скажем, особенностей города, плотность населения, большое количество или движение транспорта, людские потоки и так далее, вы в этом плане, а сегодня средства на содержание, то есть содержание собаки-поводыря, соответственно, это прописано в индивидуальном плане реабилитации инвалидов, в этом случае предоставляется собака-поводырь, и, соответственно, это все компенсируется за счет средств бюджета. Часть расходов из федерального бюджета, но основная часть расходов из городского бюджета, конечно. И социальное такси, там, где прописано, я имею в виду, место обучения, там, место работы и так далее, в индивидуальном плане реабилитации, то это услуги предоставляются не на безвозмездной основе. А вот то, что Александр Николаевич сказал, желаний воспользуются больше, поскольку там цена социальная этого такси, соответственно, кто-то на дачу хочет поехать, кто-то по личным делам каким-то может поехать. Вот как бы вторая услуга уже на платной основе, она сегодня, может быть, еще над ней сейчас мы работаем, для того, чтобы каким-то образом и департамент транспорта пополняет парк свой, для того, чтобы предоставить услуги и помимо прописанных реабилитационных в планах реабилитации инвалидов. Здесь вот сейчас звучало, что на такси можно даже на работу поехать. А вообще-то сколько большой процент людей, слабовидящих, работает, и насколько тяжело человеку с нарушениями зрения устроиться на работу? Возможно, вам, Александр Викторович, вопрос. Ольсен Николаевич. Ну, действительно, у нас, я сказал, что на предприятии Всероссийского общества слепых, это 8 предприятий, работают в смысле тысячи инвалидов. Также у нас работают массажистами, где-то около 50 человек в департаменте здравоохранения. У нас есть юристы, экономисты, преподаватели в высших учебных заведениях, музыканты. Ну, конечно, сегодня непросто. Именно при сегодняшней ситуации найти место работы, достойное, которое по тем потребностям, которые сегодня есть у молодежи, отвечало бы. Ну, частично мы находим... Я вот являюсь членом Координационного совета по занятости, и периодически мы на заседании выносим вопросы по трудоустройству инвалидов. Создана программа квотирования в городе. Работодатель может, создав определенную программу, значит, внеся часть своих средств, получить действительно деньги на создание рабочих мест для инвалидов. Ну, и многие работодатели идут. Хотя, к сожалению, наша категория инвалидов, она очень непростая, и не каждый работодатель хочет, ну, как бы, иметь категорию таких инвалидов. Конечно, большинство наших инвалидов – это трудоустроенные на наших предприятиях. Ну, вот, неплохо сегодня работают наши пригородской организации музыкально-эстрадное отделение, где работают наши музыканты, они занимаются концертной деятельностью, они обслуживают наши, значит, играют на органах при осуществлении разных ритуальных услуг в городе. Конечно, это очень тяжелый труд, но вот вынуждены наши инвалиды и там, и таким образом сегодня зарабатывать деньги. Так что, вот, действительно, сегодня хотелось бы, чтобы как-то обратиться. Мы периодически обращаемся к работодателям, чтобы как-то находили в себя как-то возможности трудоустраивать сегодня наших инвалидов. Ну, вы знаете, ситуация с колл-центрами, которые раньше были в Москве, к сожалению, они завершили свою деятельность, когда было большое количество инвалидов трудоустроено. Ну, она не показала себя, не ответила тем целям, которые хотели, были заложены. Сегодня есть один единственный колл-центр, где работают свыше 100, где-то 60 инвалидов по зрению. Вот, ну, хотелось бы, чтобы наши инвалиды работали по специальности, по тем знаниям, которые они получают. Потому что многие сегодня свыше 100 студентов учатся в высших учебных заведениях. И хотелось бы, когда завершат они учебу, чтобы они нашли свою работу по специальности. Также в Москве мы, благодаря правительству Москвы, открыли массажное отделение в 6-м колледже, где уже в прошлом году был первый выпуск массажистов. Ну, удалось практически всех трудоустроить, хотя в этом году, даже в прошлом, в конце года было большое сокращение, нам еле удалось отстоять наших массажистов. Практически обратились к министру здравоохранения Москвы, к департаменту. Да, и удалось как бы отстоять, спасти их. Ну, вот такая вот ситуация сегодня. Вы называете разные вакансии, разные работы, которые выполняют люди незрячие. То есть они, в принципе, большое количество профессий могут освоить. А как обстоят дела с зарплатами? Особенно сейчас это, естественно, интересно, когда некоторые работодатели уменьшают. Ну, вы знаете, что существуют наши предприятия московские. Они являются участниками трехстороннего соглашения. И мы должны на наших предприятиях выполнять московский МРОД. Сегодня он составляет 14 тысяч. Ну, практически наши предприятия стараются. Но вы поймите еще правильно, что наши инвалиды, помимо отсутствия зрения, еще имеют и побочные, и другие инвалидности. И, конечно, им просто выполнить норму и выработать эти деньги порой бывает очень сложно. Ну, конечно, сегодня и предприятия наши находятся не в лучшем положении. Ну, где-то лучше, где-то хуже. Ну, сильные ребята, которые могут работать ту смену, которая положена, они, конечно, могут выработать и московский МРОД. А другие, нет, к сожалению, получают не совсем то, что хотелось бы, чтобы они получали. Это проблема. Проблема связана еще с тем, что наши предприятия, к сожалению, сегодня не могут реализовывать ту всю продукцию, которую мы выпускаем. Она, к сожалению, застревает на складах. Нам сильно очень мешают на рынке наши бывшие наши республики. Также Китай под маркой наших брендов выпускает свою продукцию. Так что на рынке нам очень сложно и непросто. Ну, вот выживают наши предприятия, конечно, иногда за счет и аренды, за счет того, что предприятия получают действительно поддержку от правительства. Это вот через фонд квотирования получают деньги на модернизацию, на создание новых рабочих мест. Вот такая вот сегодня ситуация с оплатой труда. Коллеги, давайте сейчас ваши вопросы. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, я знаю, что ваша организация занимается социальным туризмом. Что это? Может быть, немножечко подробнее могли бы рассказать. Антон, может быть, к вам вопрос? Да, социальный туризм у нас есть. Мы предоставляем такую услугу для наших инвалидов по зрению, которые находятся в местных организациях, в районных организациях. Устраиваем различные для них экскурсии. Москва, Московская область. Ну, как-то было и в Санкт-Петербург. Ещё есть такая тема, как незрячие люди ходят в туристический поход. Тоже собираются, группа у них есть. Они едут приблизительно в Шверскую область. Там проводят около месяца. Ну, со всеми атрибутами походной деятельности. Палатка, костёр, котелок. Всё как положено. Насколько я знаю, это традиция вашего общества, да, по-моему, ходить в поход? Ну, можно сказать, да, да, каждый год ходит. Журнал «Диалог». Я хотел бы вопрос. Как обстоит дело со снабжением специальными приборами незрячих? Я имею в виду навигаторы, смартфоны и так далее. Ну, тут, наверное, вопрос уже в большей степени даже, наверное, ко мне. Я просто, коллеги мои подтвердят, я имею в виду наша общественная организация, да, нет. Значит, во-первых, технические средства реабилитации для инвалидов, в том числе для инвалидов по зрению, они прописываются у них по назначениям в индивидуальных планах реабилитации. И у нас сегодня у города, к счастью, нет задолженности или, скажем так, проблем в обеспечении техническими средствами. У нас была проблема в прошлом году с задержкой временных рамок компенсации за самостоятельно приобретённые технические средства реабилитации. Но и то буквально до 30 декабря, особенно с 25 по 30, потому что деньги из федерального бюджета так поступили, все вопросы были закрыты. И сегодня, значит, вся программа по обеспечению техническими средствами реабилитации, она финансируется в полном объёме городом. Сегодня проведены все торги уже, соответственно, на поставку технических средств. Вот, по крайней мере, у нас в нашем ресурсном центре есть ресурсный центр по обеспечению техническими средствами в городе. И вот есть абсолютно в наличии все, начиная от рости, если мы говорим сегодня об этой нозологии, да, заканчивая цифлофлэшплеерами и так далее. Сегодня это один момент, то есть приобретение, оснащение, обеспечение индивидуального пользования. Плюс ко всему, у нас на базе наших территориальных центров социального обслуживания создано 87 отделений реабилитации в городе. И вот уже отделения реабилитации, они в составе своего оборудования имеют набор специальных, скажем так, технических средств, и высокотехнологичных, и обычных, для того, чтобы с приближением по месту жительства инвалиды могли прийти и воспользоваться. Допустим, сегодня устройством для чтения говорящих книг, может быть, не у всех оно сегодня есть еще в индивидуальном пользе, но такая возможность есть в отделениях реабилитации при центрах социального обслуживания. И, в принципе, сегодня, согласно перечне утвержденного, во-первых, к федеральному перечню технический средств реабилитации имеется еще дополнительно городской, за счет средств городского бюджета, помимо федеральной программы, и, по крайней мере, сегодня весь перечень у нас в полном объеме выполняется. Но Александр Николаевич, я думаю, здесь резюмирует или экспертирует мое высказывание. Ну, я хотел бы только добавить, что работники аппарата Московской городской организации являются тоже участниками комиссии по отбору тех ТИФЛО-средств, которые выходят на конкурс, и мы тоже как бы даем свою оценку и свое видение, что нужно ли нам обществу, потому что сегодня на рынке очень тоже много всего того делается, чего и нужно, и порой под нужным попадает в наши руки совсем плохого качества. Так что мы как-то стоим на страже и взаимодействуем тесно, плотно. Тесно, плотно. Когда разрабатывается оперотехническое задание на покупку того или иного технического средства реабилитации, соответственно, наше общество, в зависимости у нас другое направление, другие на залоге есть, они участвуют в подготовке документации технической. И самый главный вопрос. После заключенного контракта, значит, контрольный вариант любого средства реабилитации, поставщик поставляет, грубо говоря, он принимается комиссионно. Только после принятия комиссии, заключения их, он уже, значит, поставщик поставляет в полном объеме в ресурсный центр эту продукцию. У нас часто встречается, что действительно поставщик пытается не соответствующее, может быть, даже не сертифицированное какое-то средство реабилитации пытается поставить, и мы отказываем. Сейчас есть вопросы, в частности, в конце года, в прошлом году. Прикроватный столик, казалось бы, вроде бы простое такое приспособление, причем большой объем. Сегодня наша комиссия с участием общественных организаций не приняли его, и они сейчас в добровольном порядке, без судебных, скажем так, каких-то процедур, просят расторгнуть контракты, согласно все штрафные санкции, ну, отказались, соответственно. Но это не значит, что у нас в этот момент мы не можем обеспечить именно этим средством реабилитации. Еще раз говорю, во-первых, у нас есть в ресурсном центре какой-то запас, во-вторых, сегодня каждый человек с инвалидностью имеет возможность приобрести в этот момент самостоятельно средства реабилитации и компенсируется, это из бюджета расходы предоставляет квитанцию на оплату, это один нюанс. И второй момент, когда в случае крайней необходимости у нас какие-то процедуры торгов объявляют окружные управления социальной защитой при отделениях реабилитации, тоже по потребностям, если какая-то возникает острая какая-то такая необходимость, потребность в обеспечении техническим средством. Ну, вы знаете, еще хотелось бы, чтобы Александр Николаевич правильно сказал, что сегодня мы стоим на страже, сохранении рабочих мест за инвалидами и так далее. Я хочу сказать, что вот тут как раз общество наше городское работает очень активно и, наверное, результативно. Вот даже примеры последней оптимизации, которая проходила в здравоохранении, или эффективность расходов, как бы при оптимизации, вот с точки зрения эффективности расходов, то, соответственно, чтобы люди знали, что есть возможность обратиться в наше общество и совместно с департаментом социальной защиты, с департаментом труда, мы решаем, нам удалось сохранить все рабочие места за инвалидами, независимо от, скажем так, группы инвалидов, от нозологии по инвалидности. Еще вопрос у коллег. — Радио ВОЗ, интернет-радио Всероссийское общество слепых. За последний год серьезно стоит вопрос школьного образования. Что делает организация в Москве для сохранения качества школьного образования? Каким образом она взаимодействует с государственными органами? Что получилось и какие в этом плане существуют проблемы? Вот на данный момент. — Спасибо. — Спасибо. Но вопрос ко мне, наверное, да, или Александр Николаевич? — Нет, ну давайте вы, наверное, я. — Ну давайте я в общий момент. Я, наверное, может быть, не буду повторяться, правильнее сказать, да, потому что сказала, сегодня сеть общеобразовательных услуг в городе, она, значит, начиная от общеобразовательной школы, заканчивая специализированными коррекционно-образовательными интернатами, представлено. То, что касается общего образования. Значит, и я хочу сказать, что результаты достаточно серьезные. В прошлом году за качество образования школа-интернат для слепых номер один получила грант правительства именно за качество образования. Более того, на базе этой школы работает экспериментальная площадка Министерства образования Российской Федерации на предмет создания среды и сдачи единого государственного экзамена, то есть проведения итоговой аттестации ГИА-9 и ЕГЭ. И более того, хочу сказать, что там и места, вот, скажем так, они обеспечены оборудованием или оснащены оборудованием на самом современном уровне. В прошлом году поставлены новые компьютерные оборудования, такое, ну, практически, наверное, уникальное, вот, в частности, в этой школе-интернате, других специализированных, как раз на предмет обучения. Вот всё, что касается сети общего образования, Конечно, есть проблемы, когда ребёнок, закончив школу, выходит, скажем так, ну, соответственно, во-первых, школы-интернаты, они все настроены, как бы, сотрудничают с какими-то вузами на предмет последующего трудоустройства, скажем так, с точки зрения профессионального образования ребят, детей. И, соответственно, как бы, вот это уже профессиональное образование, которое, скажем так, за рамками, может быть, ну, какого-то ведомства департамента социальной защиты, но, по крайней мере, каждый ребёнок, вышедший из школы, он на учёте, последующее его сопровождение, последующее его образование. Ну, я хотел бы добавить, что, действительно, общество неравнодушно к проблемам, которые сегодня существуют в школе. Вы знаете, что вот при первом интернате создан попечительский совет, туда вошли депутат Смолин, Кравцов, Гурцкая, я также являюсь. Ну, и на попечительский совет мы так, с пристрастием, выслушаем директора, задаём не всегда ему удобные вопросы, и в силу своей компетенции вмешиваемся уже из школы. Конечно, есть там проблемы, есть, ну, я не думаю, что мы можем... Это довольно-таки отдельная тема, и очень надо глубокое, и если можно, действительно, в школе это провести, как-то мы бы, может, хотели, чтобы вот здесь в одном из наших мероприятий, посвящённом юбилею, мы посвятили бы школу, и посмотрели бы, как там учатся наши дети, и как они овладевают знаниями, и какие условия там, действительно. Так что вот есть... Ну, и благодаря, честно говоря, департаменту, сегодня школа относится к департаменту соцзащиты, решаются вопросы и с финансированием, и с обучением детей. Ну, и, конечно, проблемы есть там, но и они будут, наверное, потому что такова жизнь сегодня. К сожалению, дети многие идут в один ВУЗ, и потом как-то получают невостребованные многие. Ну, это такая беда сегодня, она вот есть сегодня. Ну, вот так вот я. Может быть, мы здесь ещё хотели бы добавить вопрос. Значит, вы знаете, что у нас при мэрии Москвы создан Координационный совет по делам инвалидов, в состав которого входят, во-первых, прежде всего, представители общественных организаций инвалидов, и, соответственно, входят представители всех органов исполнительной власти, департаменты, комитеты наши и так далее. И буквально вот в феврале месяце на плановом заседании Координационного совета рассматривается вопрос о создании условий для образовательной среды для инвалидов в общеобразовательных учреждениях и в специализированных, где докладчиками выступают и министр образования, и представители общественных организаций инвалидов, и участвуют все, ещё раз говорю, все ведомства департамента, от кого зависит как раз обучение, образование инвалидов. Тут уже не только инвалиды по зрению, а всех инвалидов в зависимости от, скажем так, нозологии, заболевания и так далее. Коллеги, ещё вопросы? Можно вопросы? Извините, не знаю, работает Московская организация глухих, газета «Мир глухих». «Мир глухих». Вот хотелось бы задать вопрос, сколько в Москве существует слепоглухонемых, какие им помощи оказываются? И также вот появилась, ну она всегда была проблема с сопровождающими и переводчиками для слепоглухонемых. Кто из коллег? Ну давайте начну я, а там если Александр Николаевич добавит. Ну во-первых, знаете, ещё раз говорю, для нас инвалиды, они абсолютно все в равных условиях с точки зрения материально-финансовой поддержки, прежде всего, материально-финансовой. Значит, и как бы ещё раз говорю, получают субсидию наша Московская городская организация инвалидов-колясочников, инвалидов-глухих. Вы знаете, что они точно так же получают 20 миллионов субсидий, 25 миллионов общественных инвалидов городская организация. Значит, мы тесно взаимодействуем. Мы, во-первых, все наши руководители этих общественных организаций в составе координационных советов при Департаменте социальной защиты, вот даже вплоть до Координационного совета при мэрии. И как бы проблемы решаются все вместе. Плюс ко всему, слепо-глухо-немые у нас даже в этом плане, наверное, может быть, как-то очень активно, более активно работают. Есть первичные организации. При центрах социального обслуживания созданы клубы для общения. Так, на базе ТЦЦО «Якиманка» есть клуб по интересам, где как раз для слепо-глухо-немых, для общения. Соответственно, создание среды в этих центрах социального обслуживания соответствующее для этих людей создано. Теперь то, что касается, вот вы говорите, сопровождения различного и так далее. У нас в нашей программе социальной интеграции, вот в рамках социальной поддержки жителей города Москвы, госпрограмма наша, значит, есть в рамках социокультурной реабилитации, есть, скажем так, расходы, гранты, которые сегодня некоммерческие организации выиграют и обеспечивают. Это программы предоставления услуг, переводу жесткого языка, значит, сопровождение. Я уже не говорю то, что прописано в индивидуальных планах реабилитации, это все предоставляется в полном объеме. Но помимо этого еще есть такие гранты, которые финансируются из бюджета города по специальному сопровождению слепо-глухонемых. Александр Михайлович, может быть, добавит что-то здесь? Ну, я хотел бы сказать, что сейчас действительно проходит перепись слепо-глухих. Вы, наверное, знаете об этом. И наше общество тоже принимает участие, оказывает посильную помощь. Ну, действительно, такой у нас статистики нет, сколько у нас на учете стоят. Потому что они и состоят и у глухих, и у нас. Ну, всероссийское общество слепых оказывает очень посильную помощь. Вы знаете, что сам офис находится на территории рекомпа. Там есть и транспортные услуги, и прочее, и прочее, и прочее. Мы городской организации, ну, тоже по силе наших возможностей оказываем помощь. Конечно, они принимают многие участия. Есть у нас, значит, у нас на 13-м предприятии работают слепо-глухие, еще на нескольких предприятиях единичные работают. Ну, и также мы периодически на заседании нашего правления заслуживаем работу с глухонемыми и, ну, по сильной помощи оказываем. Они у нас отдыхают в нашем пансионате. Здоровье, вы знаете. Ну, и участвуют в жизни московской городской организации. Ну, и еще у нас есть такой, наверное, дополнительный ресурс в городе. Это регистр инвалидов, где человек, получив заключение в Бюро медико-социальной экспертизы о своей инвалидности, он автоматически в этот регистр вносится. И, соответственно, у него, соответственно, он получает назначение индивидуальную программу реабилитации, которая тоже вносится в этот единый регистр инвалидов. И таким образом, как бы, планирование возможностей и необходимости расходов города на ТСР по тем или иным нозологиям, все это как раз вот в этом регистре фиксируется. И, соответственно, инвалидность по виду заболевания тоже отражается в этом регистре. Поэтому в зависимости... То есть это такой живой организм, который ситуация, конечно, меняется, численность меняется, тоже может изменяться. Но, по крайней мере, мы в любое время владеем, скажем так, информацией о количестве инвалидов, о количестве тех или иных средств реабилитации, которые необходимы для, скажем так, социальной интеграции в жизнь наших людей с инвалидностью. И, коллеги, последний вопрос. Наверное, уже у девушки был вопрос. Ага, микрофон передайте, пожалуйста. Агентство Москва. Скажите, пожалуйста, сколько трудоустроено незрячих людей в Москве? Потому что вы сказали про 8 предприятий, а сколько трудоустроено, я так и не поняла. Есть какие-то цифры? Ну, давайте я для начала скажу, вы знаете, как бы учёт, скажем так, рабочих мест для инвалидов, это, конечно же, безусловно, это прямое, непосредственное, скажем так, функционал или направление работы Департамента труда и занятости вот с этой категории. Начиная от создания через квотирование рабочих мест на обычных предприятиях рабочих мест для инвалидов и заканчивая вот предприятиями специализированными, которые работают при нашем городском обществе инвалидов по зрению. Не, ну я хочу цифру назвать, что по Москве вот у нас средняя цифра, вот на конец 2014 года у нас свыше 2300 человек работают сегодня. Ну, это работают люди, которые платят налоги, которые... Да, постоянное место работы. Ну, есть люди, которые индивидуальной деятельностью занимаются, вот массажисты есть некоторые, которые, ну, нигде не трудоустроены, занимаются так, трудовой деятельностью. А так, я вам сказал, что у нас юристы, массажисты... Программисты. Есть преподаватели высших учебных заведений, есть у нас 5 докторов наук на сегодняшний день, где-то 20 с лишним кандидатов. У нас очень музыкантов очень много известных, вы знаете, это и Диана Гурская, это и вот молодые сегодня есть талантливые певцы и солисты. Так что вот у нас общество богатое на таланты. Спасибо, дорогие коллеги. У нас в гостях были Людмила Викторовна Митрюк, заместитель руководителя Департамента соцзащиты населения города Москвы, Александр Николаевич Машковский, председатель Московской городской организации Всероссийского общества слепых, и Антон Викторович Федотов, заместитель председателя Московской городской организации Всероссийского общества слепых. Спасибо, коллеги. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»